Они были так счастливы. Вся стая смотрела на своего вожака и его подругу с гордостью. Но потом они потеряли их всех. Волчица не могла понять, как такое могло произойти. Что-то забрало их всех в одну ночь. Она слышала, что такое бывает, что инфекции могут быть опасными, но не могла смириться с этим. У нее было много молока, но не было тех, кому оно было нужно. Материнская любовь осталась нерастраченной. Волчица ничего не ела. Каждый день самец приносил ей свежее мясо с охоты, но она отворачивалась от еды и смотрела на своего друга с тоской. А тот, кого все в лесу боялись, облизывал ее сухой нос и по ночам выл на луну. Волчи семьи были дружными и, выбрав однажды пару, они оставались верными и заботливыми до конца. Он был готов умереть за нее и порвать любого, но против тоски был бессилен. Понимала все и старалась поддержать самку вожака. Другие матери пытались заставить ее принять участие в жизни стаи, но она оставалась безучастной. Ей не хватало ее собственных потерянных детей, и она нуждалась в воспитании других малышей. Огромный матерый волк разделял ее боль и, пытаясь отвлечься, отправился на охоту. Возможно, свежий пойманный заяц пробудет в ней голод и заставит поесть, несмотря на боль от укусов насекомых и веток. Волк продирался сквозь заросли, и вдруг его чуткое ухо уловило далекий слабый звук, который не был похож ни на что. Он был настолько тихим, что казалось, будто пищит мышь под землей. Самец осторожно направился на звук и почти на опушке, прямо посреди лесной дороги, обнаружил его источник, крошечного щенка, который едва дышал. Кто-то вывез его в лес, оставив здесь на верную смерть. Озадаченный вожак присел перед щенком, не понимая, что должен делать в такой ситуации. Он решил уходить, но малыш, глаза которого совсем недавно открылись, запищал изо всех сил. Он был голоден и дрожал всем своим крошечным тельцем, не совсем понимая, зачем он это делает. Повинуясь инстинктам, волк бережно взял щенка за загривок и большими прыжками скрылся в лесной чаще. Волчица, услышав знакомый звук, не подняла головы. Она лишь скосила глаза в его сторону. Силы покидали ее. В этот момент самец положил рядом с ней копошащийся, ищущий комок. Он пах так же, как и щенки, но это был ребенок, испуганный и голодный. Почувствовав запах молока, малыш отчаянно пополз к ней и, найдя сосок, громко зачмакал. Вожак с изумлением наблюдал, как в потухших глазах его подруге мелькнула искра. А через мгновение она уже вылизывала его. Две потерянные души нашли друг друга. Возможно, их объединили горе, тоска или нерастраченные чувства. Но вскоре щенок стал членом их семьи. Пес, рожденный врагом, стал ребенком волков. Самка быстро восстанавливалась, обретя смысл жизни. Она ела и пила, играла с малышом и много отдыхала. По мере того, как приемный сын рос, матерый отец стал понемногу обучать его премудростям охоты и выживания в диких условиях. Вожак уважал и мог гордиться им. Сын оказался достойным. Щенок был очень смышленным и быстро учился, опережая своих сверстников волчат. Однако так продолжаться не могло долго. Собаке не было места в стае, и вожак мог в любой момент избавиться от него. Законы стаи хоть и были суровы, но справедливы и помогали выжить. Чем старше становился щенок, тем сложнее было бы его переучивать к жизни в человеческом обществе. Решение о расставании далось родителям нелегко, но в один из осенних дней волк повел за собой своего приемыша. Щенок воспринимал все как игру и с радостью бегал за падающими листьями. На рассвете волк вывел щенка к заднему двору дома на окраине поселка, отправил его вперед, а сам потоптался на месте и скрылся в Ване. Так он вернул собаку людям. Щенка нашел подросток Ваня и сразу же побежал с ним к дому. Он уморительно закатывал глаза, проси оставить ему красивую собаку. Наметанный охотничий глаз, Петра сразу заметил характерные признаки породы. Это была охотничья лайка, и в будущем она могла вырасти довольно крупной. Как щенок оказался на их дворе, осталось загадкой для всех, но Ваня был настроен решительно. Через пару лет Бой стал послушным, умным и незаменимым помощником на охоте. Все остальные собаки просто признали его лидерство, и ни они, ни люди не могли понять, откуда оно взялось. Бой отлично выслеживал зверя, находил самые потаенные лежбища и гнал добычу. Казалось, он слышит запахи, недоступные другим, и видит то, что они не могут распознать. В глухом дремучем лесу он чувствовал себя как дома, и с ним можно было не бояться заплутать или случайно выйти на кабана. Следопыт и защитник, Бой был не просто охотничьей собакой, а партнером, понимающим все с первого взгляда. Однако была у него одна особенность, которая поначалу вызывала недоумение у Петра. Бой никогда не участвовал в охоте на волков. Как понимал пес, что устраивают соколиную охоту именно на них, было непонятно. Но он просто садился у машины и не двигался с места. Никакие уговоры и угрозы не приносили результата. В конце концов, все просто смирились с этим его чудачеством, ведь он был слишком хорош во всем. Иван рос вместе с боем. Они были неразлучными друзьями, всегда вместе, гуляли, спали, ходили на охоту. Отец Ивана постепенно посвящал их в хитрости выслеживания зверей и учил, как вести себя при встрече с ними. Однажды весной Петр решил показать сыну охоту на зайца. После недолгих сборов они отправились в лес. Бой периодически пропадал из виду, но отец и сын не переживали за него, зная, что он уже достаточно взрослый, чтобы не потеряться. Вскоре они забрели далеко в лес, и на их пути попались первые следы зайца. Отец делился с сыном своими знаниями и уловками, и они долго шли по следу, пока не устали. Присев на поваленное дерево, чтобы перекусить, они решили вернуться к охоте после небольшого отдыха. Петр с сыном решили перекусить, когда вдруг почувствовали холодок по спине. Они оглянулись и увидели огромного волка, вожака стаи. Охотник и его сын выбрали место для отдыха недалеко от волчьей стоянки. Волк защищал свою стаю, и Петр понимал, что встреча с ним может плохо закончиться. Если бы у них был пес, он бы предупредил их об опасности. Но пес увлекся чем-то своим и не заметил волка. Петр скинул ружья и решил, что будет защищаться. Волк почувствовал запах пороха, но не собирался отступать. Он наклонил голову и зарычал. Охотник понимал, что сейчас все решит удача. И тут появился пес. Он никогда не лаял, поэтому возник бесшумно и встал между волком и охотником. Со стороны казалось, что он прикрыл собой того, кто был на прицеле у Перри. В звенящей тишине раздался голос мальчишки, который умолял не стрелять, чтобы не навредить бою. Петр опустил ружье, но был готов выстрелить в любой момент. Под большим дубом стояли двое. Бой повернулся к вожаку и слегка вильнул хвостом. Хотя волки так не делают, они понимают эти знаки. Матерый самец поднял голову и с напряжением принюхивался к запаху охотничьей собаки. Что-то будоражило его память, вызывая забытые воспоминания. Он вспомнил хищников, для которых запахи, открытая книга, и многих из них. Вожак понял, кто перед ним. Он шагнул навстречу бою, словно ждал его, и радостно бросился под лапы. Он упал на спину, выставив живот, самое уязвимое место. Это был знак уважения и преклонения перед тем, кто спас его жизнь в этом лесу. Вожак поднял голову и завыл на его зов, и этот звук разнесся по всему лесу. Из логова показалась подруга вожака. Все у них было хорошо. Недавно она родила троих волчат, которые сейчас сладко спали рядом с ней. Мама волчица за минуту подлечила приемного сына и выскочила наружу. Петр с сыном смотрели на боя, который будто вернулся в детство. Грозные охотники-следопыты прыгали и радовались, как щенки. Бой прижимался к волчице, скулил от нахлынувших чувств. А она обнюхивала и вылизывала его морду, показывая, что все его помнят. Шептуния рассказала отцу, что, когда он нашел боя, на заднем дворе, ближе к лесу, была сырость, и на земле остались волчьи следы. Но мальчик подумал, что ему показалось, и не стал говорить об этом, чтобы его не отправили обратно. Выходит, ему не показалось. Это были волчьи следы. Люди могли только догадываться, как щенок попал к волкам. Но теперь все стало ясно. Откуда у их лайки такое странное поведение? Ведь если волки приняли его в стаю и научили всему, то преданный пес не забыл, кому обязан жизнью. Поэтому охота на волков для него – табу. Когда волки встретились, они больше не обращали внимания на людей. Что пес Вольды им рассказывал, охотники никогда не узнают. Волки долго общались с собакой, заигрывали с ней и издавали странные звуки, которых раньше не слышали. Вожак наблюдал за тем, как его подруга радуется встрече с сыном. В его взгляде была гордость. Он не мог показывать слабость, ведь он вожак и должен быть сильным. Но он то и дело тыкал носом собаку или толкал ее лапой. Где-то в лесу, куда охотники не могли заглянуть, появились другие волки. Самец их почуял и громко зарычал, давая понять, что они под его защитой. Охотники с собакой все поняли. В последний раз бой прижался к матери, и волчица лизнула его в нос. Он спас ее, а она – его. Встреча двух несчастных волков возродила их жизнь. Они всегда будут рядом и смогут встретиться снова. Петр с сыном дошли до опушки и оглянулись. Петр кивнул сыну, и Ваня посмотрел туда же. Под дубом стояли два волка – вожак и его подруга. Они смотрели вслед людям, словно хотели убедиться, что все будет хорошо. Бой тоже остановился и поднял голову. Он забыл, как его учил отец. Петр и Ваня еще долго слышали, как вожак повторяет одно и то же, но не отвечает. Бой тоже это слышал. Он знал, что его всегда примут, хотя его дом далеко. Для них он навсегда останется щенком, которого надо защищать. Ванька словно проснулся и сказал отцу, что больше не будет охотником и тем более бойцом. Он решил, что не будет охотиться на волков. Отец его поддержал, и он согласился. Законы волчьей стаи суровые, но некоторые из них могли бы быть полезными для людей. Удивительно, как мало мы знаем о жизни этих животных, которых считают кровожадными хищниками.